Наконец-то! Я ждал этого дня долго и, наконец, дождался. Я еду в пионерский лагерь! А потом будешь пытаться из него съебаться, да? Дорого, братаны! Вы на канале Дьюф Плей, меня зовут Евгений. И мы тут будем всё ещё проходить современный Савёнок, только сегодня у нас уже третья часть из пяти. Ну и, если можно считать за часть, ещё Директор Скатк Первый с кучей рутов, которые мы пройдём чуть-чуть попозже, я бы сказал. Ну ладно, сегодня у нас современный Савёнок на грани миров. Блин, и звук как в старой игре от Дэнди. Ладно, начать. Я продолжу свою историю отсюда. Люблю людские закаты. Особенно на кладбище. До недавних пор я страшно желал испытать то, что люди зовут смертью. Со временем такая мысль приходит в голову, ведь когда ты вечен и смотришь на смерти других, становится как-то обидно. Попадая в черту геада, их души задаются вопросами, сотнями тысяч вопросов. Но один из них заинтересовал меня больше всего. Что было бы, поступи я иначе? Спросила однажды заблудшая душа маленького мальчика. Это был самый интересный вопрос, который заставил меня задуматься. Ведь каждое наше решение влияет не только на исход действия, в ходе которого мы предпринимаем его. Всё куда глобальней. Эффект бабочки. Так люди называют это. Смертные неглупы. В этом вопросе они достигли успехов. Их понимание того, что нельзя исправлять прошлое, не может не радовать. Но не так уж и много времени прошло с тех пор, как обычный смертный изменил всё. Я наблюдал за ним с самого начала. Веди его, весь его путь и достижение целей и крах. Его смерть и возрождение. Я вел его вперёд, не давая ни малейшей подсказки к действию. Не вмешиваясь. Я просто наблюдал. Наблюдал за пешкой, которая в какой-то момент стала королём. Королём, что отрёкся от ведущей его длани и взял партию в свои руки. Я ещё никогда не видел подобного. Никогда не видел, чтобы человек так много раз изменил самому себе. Несмотря на все его деяния, он встретил свой конец. То, к чему стремился так долго. Кстати, этот конец был похож на отсылку к Дезноуту, как по мне. Так вот. Он изменил себя и своё прошлое. Прошлое и будущее десятков людей. Но судьбу Дениса Персонова он не изменил. Его ждёт та же участь, тот же лагерь. Но только эффект бабочки работает безотказным. А значит, эта история станет чем-то новым, не похожим на ту бесконечность, что я ли созрел до этого. Что же, расставляй фигуры, бог. Пришло время сыграть новую партию. Современный совёнок На грани миров Солнце пробивалось сквозь сомкнутые веки. Ветер покачивал открытую форточку. Вставать не хотелось, но раз мозг заработал, то уснуть всё равно не выйдет. А лежать без дела я не хочу. Блять, это что за пиздец? Ладно. Скинув ноги на пол, я поднялся с кровати и потянулся, выглядывая в окно. Летнее солнце жарило землю. Малышня бегала по двору, гоняя друг друга врутьями. В общем-то, развлекались как могли. Верхушки деревьев покачивались из стороны в сторону, издавая приятный шелест. Нос улавливал запах чего-то вкусного. «Денис, вставай давай, опоздаешь!» Раздался крик отца с кухни. «Да встал я уже!» Ответил я и поспешил одеться. Умывшись, я вышел на кухню. За завтраком я не говорил с отцом. «Я настаивал на том, что сяду на автобус сам, ведь не маленький уже!» Отец, улыбнувшись, согласился со мной и не став возражать. Доев, я собрал вещак и, попрощавшись с отцом, вышел из квартиры. «Наконец-то!» Думал я, широко улыбаясь. Я ждал этого дня долго и, наконец, дождался. «Я еду в пионерский лагерь!» «А потом будешь пытаться из него съебаться, да?» «Или нет?» «Или нет?» «Посетить этот лагерь – одно из моих желаний!» «От октябрёнка я, наконец, дорос до пионера!» «А дальше... комсомолец!» «Потом попаду в партию!» «Радости не было предела!» Пробежав по улицам, я вышел к остановке и, сев на лавку, принялся ждать автобус. День был прекрасен. Лёгкий ветерок спасал от назойливой жары. Небо чистое, без единого облака. Коли мне не нужно было ехать, я обязательно провёл бы этот день на речке или поехал с отцом за город. Отведя взгляд от неба, я увидел подъезжающий автобус. Остановившись рядом, автобус распахнул передо мной дверью, а я забежал внутрь и, сев к окну, откинулся на сиденье. Картинки мелькали за окном, сменяя друг друга. Наблюдение за всем этим меня уморило, и я решил покеморить немного. Всё равно, автобус следует по маршруту до лагеря, беспокоиться не о чем. Я сел поудобнее и закрыл глаза. День первый. Привет, товарищ! Просыпайся! Женский голос и тряска за плечо заставили меня открыть глаза. Передо мной стояла женщина в пионерской форме и смотрела на меня, улыбаясь. Очухался таки. Я Ольга Дмитриевна, вожатая. Денис Персунов. Я вскочил с места и встал по стойке смирно. Пойдём, положишь вещи и на линейку. Сказала она с улыбкой и вышла из автобуса. Я последовал за ней. Савёнок. Просчитал я название лагеря, когда мы вышли из автобуса. Зайдя за ворота, мой взгляд уперся в здание клуба. Это клуб общих кружков. В основном тут занимаются радиотехникой. Но также тут мы рисуем стен газеты и собираемся на просмотр фильмов. После линейки можешь зайти и записаться, если интересно. Вообще, быть записанным в какой-либо кружок обязательно. Понял вас, товарищ вожатая. Идём дальше. Нужно успеть заселить тебя до линейки. После ознакомишься с лагерем. Мы прошли мимо душевой, прошли по площади и вышли к ряду домиков. Проходя один за другим, вскоре мы остановились у одного из домиков. Вожатая протянула мне ключ. Вот твой домик. Пока будешь без пары, товарищ опаздывает. Сложи вещи и поспешим на площадь. Мне вот интересно, когда дерьмо начнётся. Я пошёл к домику, отпёр дверь и, повесив мешок на край кровати, вышел к вожатой. Готов? Всегда готов. Мы поспешили на площадь, где уже собирались другие ребята. Давай в строй. Вожатая указала мне на мой отряд, и я поспешил встать в ряд. Внимание! Все отряды приглашаются на торжественную линейку в честь открытия новой смены. Вокруг все забегали, выстраиваясь в ровные шеренги. Из динамиков на столбах заиграла музыка. Ду... Духаст! Отряды равняй... Смирно! Командир старшего отряда, доложите готовности отрядов. Вперёд вышла девушка с длинной белой косой и встала по стойке смирно. Товарищ вожатая, отряды к торжественной линейке, посвященной открытию лагерной смены, готовы! Вольно! Девушка, отдав честь, вернулась в строй. А у Славича разве есть честь? Рабочий коллектив лагеря, товарищи поси... посвящаемые, внимание! Под великий гимн Советского Союза смирно! Государственный флаг Советского Союза социалистических республик поднять нахуй! Товарищи посвящаемые, произнести торжественное обещание! Йооо! Елена Тихон... Тиховна! Алиса Двачевская! Сергей Сыроежкин! Александр Саахов! Денис Персонал! Славяна Примерова! Ульяна Рунская! А чё не... Бля, фамилию-то Ульяна я никогда и не слышал чё-то. Пусть будет Рунская. Мику Анимова! Вступая в ряды всесоюзной пионерской организации, имена имени Владимира Ильича Ленина перед лицом своих товарищей торжественно обещаю. Горячо любить и беречь свою родину жить, как завещал великий Ленин, как кучет комсом... Блядь, коммунистическая партия! Как требуют законы пионеров Советского Союза! Вожатая подходила к каждому из нас и повязывала красный пионерский галстук. От волнения хотелось провалиться под землю. Вскоре на моей... Блядь, вскоре на моей шее затянулся пионерский галстук. Вожатая снова вышла вперёд. Пионер! К борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза будь готов! Всегда готов! Добро пожаловать в ряды пионеров Советского Союза, товарищи! Ура! Впрочем, о японске! Вольно! Из горнов раздался сигнал. Отряды! На обед! Скомандовала вожатая, и все отрядами двинулись в сторону столовой, напевая марш юных пионеров. В столовой все расселись отрядами. Привет, я Серёга, ты ведь Денис? Здравствуй, да, рад знакомству. Я Шурик. А этого товарища можешь звать электроником. Да, я уже привык к этому прозвищу, так что не обижусь. Почту. Чем увлекаешься? Книгами в основном люблю читать. А, ну, раз читать, то советую в библиотеку записаться. Об этом с Леной поговорить можешь. Шурак и внул на девочку с фиолетовыми волосами. Спасибо. А вы чем занимаетесь? Мы увлекаемся технологией и радиотехникой. Да, да, фанатики железячек и винтиков с гайками. За технологией будущее. Несомненно, товарищи, но каждому своё дело. Тут ты прав. Возле нас возникла Ольга Дмитриевна. Денис, как закончишь с обедом, ознакомься с лагерем и запишись в кружок. Алиса... Алиса, покажешь ему лагерь? Ну, я-то чё? Есть возражения, товарищ? Никак нет. Выдавила из себя рожеволосая Алиса. Отлично, приятного аппетита. Спасибо. Закончив обед, я вышел на крыльцо с остальными. Слушай, как там тебя? Сам справишься с обходом лагеря? Тебе не в радость всё это? Нет. В общем, давай удачи. Заебись. Она хлопнула меня по плечу и пошла куда-то в сторону площади. Недобросовестная. Моей задачей на данный момент является запись в кружок. Клуб чтения был бы как раз кстати. Спустившись с крыльца столовой, я направился в сторону площади. Там на лавочке сидела Лена. Я подошёл к ней. Прости, ты же заведуешь книжным клубом. Девушка оторвалась от книги и посмотрела на меня. Денис, так ведь? Да, я заведую. Хочешь записаться? А чё не Женя? Да. Пойдём. Она встала с лавочки и повела меня за собой. Мы прошли по лагерю и вскоре вышли к библиотеке. Войдя внутрь, Лена зашла за стойку библиотекаря и вынула оттуда тетрадь. В строке, в этой строке имя, фамилию и роспись. Сказала она, положив передо мной открытую тетрадь. Я вписал в неё своё имя и поставил роспись. Лена поставила роспись напротив. Вот и всё. Первое собрание завтра вечером. Сейчас можешь взять что-нибудь почитать. Я тут начал читать приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Тут такое найдётся? Посмотри на задних полках. Я прошёлся по залу и подошёл к указанной полке. Пошарив взглядом, я нашёл нужную мне книгу. Вот. Я протянул книгу Лене. Оно вписало моё имя и название книги в журнал. Я поставил роспись и получил книгу. Спасибо. Не испорьте только. Это обязательно. Простившись с Леной, я вышел на улицу и пошёл в сторону домика. Проходя по площади, я пересёкся с Алисой и вроде бы Ульяной. Здорово! Бросила меня Уля, улыбаясь. Ладно, я поскакала, на поле встретимся. Бросила Уля Алисе и побежала куда-то прочь. Вижу, кружок ты выбрал, что надо. Люблю читать. И упругие женские прелести, да? А у тебя как будто нет. Не понимаю тебя. Да, ладно тебе. На Ленкины глазки и зад купился. Ты прости, конечно, но ты грубо не права. Будь ты заведующим книжного клуба, я тоже бы записался. Да будь там кто угодно. Я просто, блять, люблю читать. Отмазываешься так, словно я тебя за непристойностью застукала? А с чего ты так ведёшь разговор? Я тебе неприятен. Если так, я могу уйти. Господи, какой же ты дотошный. Прости. Говорю, дурень-то. Отчего же? Тупенький, потому что тормоз. Оскорбление товарища неуместно. Ага. Именно. А если так? Алиса выхватила у меня книгу из рук и побежала прочь. И вот чё ты делаешь? Алиса остановилась вдали. Всегда хотела искупаться вместе с мистером Холмсом. Стой! Я сорвался с места и побежал к Алисе. Она ухмыльнулась и, развернувшись, начала убегать. Мы мчались по лагерю. Нас пропускали другие пионеры и с улыбками глядели вслед. Вскоре мы выбежали на пристань. Алиса выбежала на помост и замахнулась книгой. Она чё, не шутит? Если испорчу имущество лагеря, не видать мне значка за отличие. Я вложил остаток сил в рывок крыжей. Книга вылетела из её рук и полетела в реку. Я сиганул следом, налету схватая несчастного Шерлока Холмса. Больно приложившись виском, а привязанную к бортику лодку, я упал в воду, вытягивая руку с книгой над собой. Перед глазами всё плыло. Я быстро поднялся со дна и выпрямился. Голова кружилась. Видимо, сильно приложился. Я глядел книгу. Сухая. Успел. Я поплёлся к суше. И, выйдя на неё, почувствовал, что меня тошнит. Присев на землю, я снял галстук и положил на него книгу. Алиса! Раздался гневный возглас командира нашего отряда где-то за спиной. Чего? А вот чего мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом всё. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем пока! Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай, освободи меня из плена.